В этом разделе мы расскажем о том, как подобрать ключевые фразы для показа рекламы на тематических площадках рекламной сети Яндекса. Рекламная сеть Яндекса — это десятки тысяч сайтов, на которых показываются объявления Яндекс.Директа. В рекламную сеть принимаются только посещаемые и качественные сайты. Здесь вы видите только несколько примеров. Размещая рекламу в Директе, можно охватить огромную аудиторию. Посмотрите на этот график. Желтым цветом на слайде выделена аудитория, которая посещает только рекламную сеть. Оранжевым цветом выделено пересечение аудиторий РСЯ и Яндекса. И красным цветом выделена аудитория Яндекса. Чтобы обратиться именно к вашей целевой аудитории, важно правильно подобрать ключевые фразы для показа рекламы. На площадках рекламной сети может показываться и поисковая, и тематическая реклама. На поиске пользователь вводит поисковый запрос и сразу же получает на него четкий и точный ответ в виде рекламного сообщения. Здесь нам важно, чтобы объявление было максимально кликабельно, и чтобы оно точно соответствовало запросу пользователя, так как это будет влиять на эффективность рекламной кампании. При показе тематической рекламы такой зависимости нет. То есть здесь нет поискового запроса в явной форме. Реклама показывается по тематике площадки или по тематике интересов пользователя. Таким образом, рекламодатель совершенно по-разному взаимодействует с пользователем, поэтому и подход к подбору запросов тоже разный. Именно поэтому для поисковых площадок мы рекомендуем подбирать узкие, точные запросы, при необходимости уточнять их минус-словами. Ну а для тематических подойдут широкие общие запросы, чтобы охватить большую аудиторию. Можно подбирать запросы смежной тематики, то есть близкие по смыслу. Минус-слова при показе на тематических площадках почти не используются. Я вижу у нас небольшой вопрос в чате. Если бюджет ограничен, на каком виде рекламы лучше остановиться, поиск или тематика? Мы рекомендуем вам сосредоточиться все-таки и на том, и на другом, разделить кампании. И с помощью стратегий, которые есть в Яндекс.Директе, можно как раз управлять бюджетом таким образом, чтобы и сохранился ваш охват, и показывались вы на максимальном числе площадок. Да, об этих стратегиях мы сегодня расскажем. Да, чуть-чуть попозже. Итак, о подборе слов. На слайде вы видите пример статьи. Так может выглядеть страница на сайте-партнере. Из текста статьи можно взять запросы, по которым будет показываться реклама. Важно подобрать именно такие запросы, которые могут встречаться в текстах тематических площадок. Именно поэтому мы рекомендуем использовать общие запросы, не более чем из двух-трех слов. Минус-слова нужно использовать очень аккуратно, так как они сужают аудиторию. Когда вы добавляете минус-слова, необходимо понимать, какую аудиторию вы убираете каждым минус-словом и зачем. Причем используйте минус-слова только если вы точно уверены, что на площадках с этими словами нет вашей целевой аудитории. Ну вот в нашем примере мы можем добавить минус-слова БУ и игрушечный. Так мы исключим показы той аудитории, которая ищет поддержанные телефоны или игрушки для детей. А вот слова «отзывы» или «обзор» можно, конечно, добавить минус-слова для поиска, но не нужно добавлять минус-слова для тематики. Пользователь, который хочет купить телефон, он может интересоваться отзывами, читать форумы, обзоры. У нас вот даже в общем чате тоже были такие примеры запросов, когда мы задавали вам вопрос. Ну вот и на таких площадках тематических он как раз увидит вашу рекламу и может перейти по ней. Итак, при подборе фраз для тематических площадок важно помнить, что система сама определяет, где, когда и кому будет интересна ваша реклама. Поэтому не нужно задавать ей слишком строгих ограничений. Да, выбирайте словосочетания из двух-трех слов и очень аккуратно используйте минус-слова и операторы. Благодаря этим приемам вы, конечно, сможете сделать фразы более широкими и увеличить число целевых площадок для показа рекламы.